Российский сервера Warface закрывается через 3 месяца. Astrum Entertainment, получивший активы компании MyGames после ухода Той, с российского рынка приняло решение о прекращении поддержки русскоязычной версии шутера Warface в Steam и Epic Games Store. С 19 сентября были отключены доступы к веб-странице Steam и Epic, также были отключены внутриигровые платежи. Я в это не верю. Я не верю. Доступ же к ру-серверу закроют через 90 дней. В последнее время я вижу вот такие вот посты в группах, которые вообще никак не связаны с игровой индустрией. И знаете, в моментах даже становится приятно, потому что понимаешь, что Warface всё-таки реально очень популярная игра. И как минимум название этой игры у многих на слуху. Ведь даже зайти в комментарии и почитать, что да, наконец-то донатная помойка закрывается, играл в неё много лет, ха-ха, там кто-то в неё закинул очень-очень много денег, наконец-то её закрывают. Скорее всего это означает, что кто-то конкретно слышал об этой игре, либо же вообще когда-либо в неё играл. После таких постов, конечно, личка начинает немного-таки разрываться, потому что, как всегда, люди неправильно поняли вообще данную информацию. И скажу вам сразу, Warface не закрывается. Что? Уже довольно давно анонсировали то, что в Стиме, в Эпике и в остальных платформах, где Warface также не особо давно начал быть доступным, и все радовались, нифига себе, Warface скоро станет невероятной игрой, он теперь доступен и в Стим. Оттуда придёт просто колоссальное количество игроков. Однако в Стиме есть довольно интересная фишка, где можно смотреть, сколько игроков играет в данный момент. И я не особо-таки помню на своей памяти, что там было больше тысячи игроков. Ведь даже особо понятно не было, зачем играть через Сим, когда просто, можно сказать, WK Play Launcher, и также абсолютно играть в обыкновенную версию Warface, где доступно абсолютно всё. Когда там функционал был обрезан. И, как вы знаете, после санкции Warface начали разделять. Когда мы думали то, что когда-то у нас всё это дело объединится, европейские игроки, игроки с PS4, все мы будем играть в одной куче, всё-таки оказалось то, что нет. Сейчас всё это дело максимально разделяется на разные компании, на разные сервера. И, собственно говоря, даже то маленькое количество игроков, которое играло в Стиме, либо же с других площадок, наша администрация дала им возможность перенести свой аккаунт на обычный WK Play. Что, собственно говоря, вообще нихрена не изменит, только добавит вам больше функций. И если кто-то действительно переживал то, что Warface закрылся, а кто-то, наоборот, радовался, что он наконец-таки закрылся, к сожалению или к радостью это не так. И для нас, игроков, которые играют с обычного WK Play клиента, совершенно ничего не изменится. Так как сейчас вы все расслабились и выдохнули, в этом ролике я всё же хочу посвятить тему немного другому, так как за последнее время также жалоб довольно много в личные сообщения мне приходят. А именно это непонятные блокировки, взломы и непонятно, как вообще можно восстановить аккаунт после подобных махинаций. Присаживайтесь, дорогие друзья, поудобнее, поддержите максимально своим царским лайком данный видос, подпишитесь на канал, если вы не подписаны, ваше личное мене я жду в комментарии, желаю вам приятного просмотра, погнали! Друзья, в описании я оставил для вас нереальную халяву, вы сможете получить самое новое топовое снаряжение и оружие. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описании и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Хочется сразу сказать некоторым людям то, что я совершенно не администратор Warface, а к большому сожалению. Нееет! И когда мне люди пишут с просьбой помочь им восстановить аккаунт, помочь снять блокировку, дать им номер администрации, или просто помочь их свести с этой самой администрацией, с большим трудом я и так говорю, но я не могу это сделать. Потому что данные просьбы, как обычно, будут игнорироваться. И в этом вопросе я лишь могу помочь советам, потому что я действительно играю в эту игру очень-очень много времени и очень много всяких разных ситуаций я видел. Первоначально хочется напомнить всем то, что продавать аккаунты совершенно-совершенно запрещено так, как их и покупать. К примеру, даже если вы купили аккаунт когда-то, когда-то давно, еще в 12-м году, в звании Warface был какой-то квадратик, вы все равно должны понимать то, что создавали аккаунт не вы. Предположим, 10 лет спустя вы играете, играете, все нормально, вас взламывают, вы, естественно, хотите подать на восстановление пароля, и действительно иногда это получается легко сделать. Вам приходит смска, вы меняете пароль, и если чел не успел поиграть там с читами, либо же на ручке это правило игры, все четко. Но иногда получается совершенно по-другому. То, что система видит какие-то подозрительные активности, и чтобы восстановить доступ к аккаунту, никакого телефона и так далее им будет недостаточно. Нужно будет именно предъявить, как вы регистрировали аккаунт, на что имя вы регистрировали, какие пароли использовали, с каких систем пополняли этот аккаунт. И уже после всего этого разбирательства администрация поймет, достаточно ли данных для восстановления, либо же нет. Многим везет, и им все нормально восстанавливает аккаунт. Но также есть люди, которые больше года борются с данной системой и никак не могут восстановить данный аккаунт. Потому что либо по Рофлу создавали почту и совершенно не помнят, что они там вводили, либо же в действительности когда-то приобрели аккаунт, и спустя 10 лет получился вот такой вот казус. Так что я сразу изначально вам рекомендую создавать именно свою почту и именно запоминать, что вы там вводили. На всякий случай можете вообще скриншотить. Потому что когда у вас есть данные, вы помните все свои пароли, аккаунт вы восстановите. Другая, конечно, ситуация, если нарушитель успеет что-то нарушить. И в моменте пойдет новое и новое разбирательство, где вы будете доказывать то, что действительно вас взломали. И также я слышал об очень многих удачных моментах, где действительно люди доказывали, что их именно взломали. Но также сколько историй я слышал о том, что нифига не получалось. И тут каждый для себя должен понять то, что он должен будет потратить очень-очень много времени, доказывая, что он невиновен. Особенно доказывая, что он невиновен, если он все-таки виновен. Потому что сами знаете, многие продают свои аккаунты, потом пытаются их восстановить и качают техподдержки, что их там взломали. Это одна из самых сложных историй, когда действительно нужно постараться и рассчитывать на такой маленький процент удачи, что любому игроку, наверное, проще будет просто создать новые персонажи. Но все же, почему я не слышу таких историй от своих товарищей? И, к примеру, почему меня тоже никогда, собственно говоря, не взламывали? От силы я могу вспомнить то, что я сам случайно на стриме спалил логин и пароль от своего аккаунта. Либо же создал аккаунт на каком-то давно-давно забытом сайте. Сам уже давно забыл, что я зарегистрировался, вводя какой-то самый стандартный пароль, ничего не привязывая. И сейчас мне на почту приходит куча уведомлений, то, что там Шанхай, я захожу с Гонконга и так далее. Прекрати. Прими это. Ты лох. Самое главное, это изначально позаботиться о безопасности вашего персонажа. Не важно, сколько вам лет, какой у вас опыт сидения в интернете, обязательно запомните самые главные правила, которые использую я. Любой сайт, любая игра, любой клиент игры, везде у вас должны быть абсолютно разные пароли. Хотите максимальную защиту, вы их записываете либо в блокнот, либо храните в голове. Никогда не сохраняйте эти данные ни в браузере, нигде. Доступ к персонажу, пароль, знайте только вы. Естественно, пароль должен быть сложным. Это не должно быть ваше имя, фамилия, телефон и так далее. Вы должны придумать вообще какую-то случайную комбинацию из больших букв и непонятных символов, которую даже вы с трудом можете запомнить. Вы спросите, для чего нужны разные пароли. Если где-то на каком-то источнике какой-то недобросовестный разработчик случайно лоханется и базу паролей сольют, то ваш пароль будет доступен не только от танков, а от всех остальных ресурсов, где вы этот пароль вводили. И чтобы взломать вас на каком-то другом ресурсе для программы, которая подбирает миллион паролей за секунду, не будет проблемой. Нужно обязательно привязать двухэтапную модификацию по телефону. Так, чтобы зайти на вашего персонажа, в любом случае вам будет приходить смс с кодом. И пока вы его не ведете, никто на вашего перса не зайдет. Этот ход, кстати говоря, 99%, который поможет обезопасить ваш аккаунт. Ведь даже узная ваш пароль, как обойти эту систему, ну, наверное, только уже взломав вашу сим-карту. Ну, поверьте, это настолько сложно и настолько дорого, что вряд ли кто-то этим будет заморачиваться. Для многих игр есть отдельные приложения, к примеру, Warface, это VK Play, где также можно подключить свой аккаунт еще к одному уровню защиты. То есть, вы представьте, мошеннику нужно будет не только угадать ваш пароль, не только угадать цифры с вашей смс, который вам придет, да еще и подтвердить вход в этом приложении, который доступен на вашем телефоне, а уже не на сим-карте. Кстати говоря, многие этим приложением пользуются, чтобы фармить халявные кредиты. Так что можете установить как минимум, чтобы просто иногда смотреть рекламу, получать вот такие вот кейсы, открывая их и забирая какое-то количество кредитов. Недавно, кстати говоря, два подписчика мне дали открыть данные кейсы. На одном было 2000 кейсов, на другом 1000, в общей сложности 3000 кейсов. Чтобы накопить такое количество, конечно, нужно каждый день заходить, смотреть эту рекламу. Хоть и многие до сих пор понимают, что с этих кейсов довольно сложно выбить максимальную награду, но я понял для себя то, что примерно один к одному все падает. Если вы открываете 1000 кейсов, примерно 1000 кредитов вы получите. И все-таки, если вам очень сильно повезет и в каком-то кейсе выпадет все-таки 1000 кредитов, ну, скорее всего, максимум x2 от баланса вы получите. Все-таки из-за того, что эти кейсы бесплатные, с них выпадают кредиты, удача у них, конечно, очень-очень слабая. И поэтому с этих 3000 кейсов я один к одному все и выбил. Далее вы должны понимать, что любая передача вашего аккаунта это нарушение правил игры. Нарушением не является, если вы сами придете к другу в гости и сами ведете данные своего аккаунта, когда он их совершенно никак не знает. И если вы, конечно, отойдете, куда-то он сядет, поиграет, это тоже нарушением не является. Потому что данные вашего персонажа он не использует. Но вот если вы сами передадите эти данные, то уже могут возникнуть проблемы. Ведь как много ситуаций конкретно из-за того, то что люди ну невероятно сильно доверяют какому-то своему другу, думают, что он никогда ничего плохого не сделает. Вообще в 2023 году я не могу понять, для чего люди продают свой аккаунт, для чего люди их покупают. Ведь сейчас намного выгоднее в 1000% создавать себе нового персонажа, где можно получить X2 кредиты, где у тебя скидывается вся статистика и ты играешь против слабеньких типов. Где действительно Warface дает много всяких интересных бонусов именно как новичку. Прямо уж так сильно в 2023 году ценить достижения, количество часов на аккаунте и так далее, я честно говоря уже не вижу никакого смысла. Но давайте все же предположим то, что какая-то жопа все-таки случилась. И сейчас кто-то из вас потерял доступ к вашему персонажу. Первоначально вам нужно сказать себе правду, из-за чего это получилось. Вы передали кому-то данные, вы купили этот аккаунт, вы зашли на какой-то сайт, который сильно похож на Warface, ввели туда свои данные, либо же вы доверились другу, дали ему данные от аккаунта, чтобы он апнул вам Градмастера, а в итоге этот аккаунт он забрал себе. И дальше должны понять, как вы будете действовать дальше. Для начала вы заходите в техническую поддержку, ссылку я оставлю в описании. Там выбирайте свою проблему и начинайте общаться с технической поддержкой, предоставляя им те данные, которые они потребуют. И если данных будет достаточно, вам вернут доступ к персонажу, но это уже полбеды. Представим, что кто-то там успел немного похулиганить и вас заблокировали по какому-либо пункту. Также обращайтесь в техническую поддержку, если не разрешают обращаться с этого аккаунта, потому что он в блокировке, создаете другой, обращайтесь с него, и тут исходя уже из ваших доказательств администрация будет принимать решение, поверить вам либо же нет, что действительно вас взломали, либо же вы не сами напоролись на данную схему. Все-таки если действительно сами, я хочу вас предупредить, то что очень и очень сложно будет все это дело доказывать. Люди, которые даже ни в чем не виноваты, они охреневают насколько все это дело сложно, и очень часто даже они не получают разблокировку, не говоря уже о людях, которые сами виноваты. Лично я бы на этом месте просто понял то, что я ошибся, и начал все с чистого листа с максимальной защитой, когда меня никто не взломает, и ни по какой причине не сможет заблокировать. Не забываем то, что есть конечно ошибки в работе администрации, и даже невиновного человека они могут заблокировать. В этом конечно моменте я хочу вам посоветовать максимально разбираться в этой ситуации. Надеюсь я сказал все, что интересовало вас в данном ролике обязательно сохраните его. Надеюсь что этот ролик вам никогда не понадобится, но если понадобится он у вас будет всегда под рукой. Поддержите ролик своим царским лайком, подпишитесь на канал с ними не подписаны, ваше личное мнение я жду в комментарии, мы с вами увидимся, всем удачи, до скорого ребят.